Ну вот теперь видать Еще раз, здравствуйте Здравствуйте Что вы слышали? Ну сейчас слышно Сейчас слышно? Да Ну вопрос мой поняли Вопрос мой поняли, он говорит Ну повторите Насчет поклонов Да, насчет поклонов Вот воскресные, воскресные праздничные дни Вот почему звучат слова Придите, поклонимся и преподем Вот почему преподем Вот если преподем, значит преподать на колени Или стоя Вот объясните Для меня это преподать на колени Как мне понять точно? Видите, если слово говорится преподем А в другом месте не говорится Не означает, что в другом месте нельзя кланяться Вот допустим, святые Божии Три поклона Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные Поклон. А нигде ничего про это не сказано в словах-то. Это неладное дело. На выходные перегруз, наверное. Почему оно так перерывает-то? Он говорит, на выходные перегруз, наверное. Ну, конечно. На людей-то много. Я вам это отвечаю. По смыслу вы объясняете совершенно правильно. Мы вот дома молимся, мы тут делаем земной поклон. А в церкви, ну, запрета-то никакого нет. Сделайте поклон такой. Потому что вот очень строго, когда прямо учат, когда надо. Вот на Берсеневке у отца Кирину Сахарова. Там все знают, где поклониться. А так-то обычно в храме никто не знает. Кто-то ничего не знает. Это уж редко кто знает. Посмотрите. Ну, это, да. Это правильно. Потому что, ну, вначале как бы сам приходил, не знал. И что все делали, то и сам делал. А сейчас потом возник вопрос. Одни, одни кланяются. Другие, большинство кивает головами. Когда я начал вникать, какие виды поклонов? Поясной и колено прикладные. Что это за кивок? Что назначает? Люди кивают. Когда кланяться? Как кланяться? И вот сейчас вот этот вопрос, как бы, начал я делать земные поклоны. Дают замечания даже прихожане. Поэтому он очень важен для меня. Ну, вы правильно объясняете-то это. Но что вы поклонились-то? Это по самому смыслу надо кланяться. А люди кивают головой. Это евреи у своей стены плаща кивают. А у христиан так. Если ты совершил правильно крестное знамение, поясной поклон должен быть такой. Колени не сгибай, но чтобы рука могла пол достать. Не надо руку опускать. Рука обычно вот так вот при поклоне, вот так вот делается. И поклонителька следует. А головой-то кивает, или машет вот так вот, вот так вот рукой-то. Видишь, какой крест? Такому маханию небрежному. Иоанн Златоуст говорит, бесы радуются, они в ладоши хлопают. Или ты молись, или перестань кощунствовать. Надо все время людям говорить, научать. Вот у нас, которые люди приходят, мы сразу им показываем. Они в один день все знают. Вот как поклониться. Вот я начальник детского лагеря. Дети приедут, ну, лагерь-то православный. Ну, охота им к нам попасть-то. Да он, вот ребенок вот не знает. Научим, лишь бы он не был против. Покажешь за столом сидеть. Что, если ты ложкой почерпнул, на кусочек поставь, к себе подтащи, чтобы не наклоняться над столом. Я ему объясняю почему. Это потому что, говорит Василий Великий, каждое животное наклоняется к пище, а человек пищу подносит к себе. Все. У меня в руках ложка. Я вот так вот, кто будет наклоняться, я вот так по столу шлепну. А ребенок вот видит все. А родители дома не знают, что чашку обхватят и сидят, как на столе лежат. Стыдись облокачивания на стол. Серахов говорит, значит, логкий не должен быть на столе. У людей-то никаких правил нету, вообще нету. А без правил, это значит, ну, что спрашивает, он не научается ничему. Все время откуда... Ну, вот, да, вот именно, что вот как-то, когда еще юношей был в церкви, и мой священник там, на Украине, он, вот запомнилось мне вот это, редко ходил, правда, там, может, Разбат или, ну, вот, как бабушка учила, вот, большой пост начинается, великий пост. Вот, первую неделю надо там попаститься и пойти причаститься, вот. Ну, и так учили, а читать мы нигде, литературы не было в советские времена. Поэтому вот запомнилось, что священник вот как-то акцентировал внимание, что вот распинайте себя, делайте большой крест, вот, а не там, не крутите там что-то. И вот так я, в принципе, крестился. А вот сейчас недавно я узнал, что даже грех за неправильные крестные знамения – грех. Ну, правильно. Вот объяснение-то какое дает, что вот распинайте, да при чем-то распинайте. мы изображаем на себе счастливый и жертворящий крест Господень. Это оружие на дьявола. То есть я показываю, что я верю в распятого Иисуса Христа. Смысл какой? Вот я пальцы поставляю на лоб, что означает «Господи» на чрево «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен». «Господи, ты глава всему, Иисус Христос это имя получил через Деву Марию, Сыне Божий, вознесся одесной и помилуй меня на суде Божьем, чтобы не стоять». Все понятно. И после этого поклон. Священник, зачем он говорил, что распинайте себя, этого нету. Мы просто знамение Христово имеем. Это знамение на сатану. Утром встал, говорят, что-то там тебе будет. А ты подойди к двери, перекрестись и скажи «Отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов, всех гордыни». Ну, как при крещении. Обычно выходя из дому всегда так делаешь. Иди спокойно, доверься Богу. Будь совершенно спокойно, никакие страхи не допускай. Ну, вот, понимаете, вот жена у меня как бы училась в духовном училище. Вот. Она закончила, а регент там работает в церкви. Ну, это не работа как бы, но работала. 15 лет на Украине проработала, а сейчас здесь просто поет там, ну, деньги не берем. Вот. И она как бы говорит, вот ты кланяешься, делаешь поклон, а все остальные люди стоят. И как-то, ну, ну, как-то со стороны выглядит как-то вот так. Поэтому меня это задело, очень задело. И я, ну, хочу просто, чтобы... Вот сегодня я даже был на литургии утром, да. Я встал на колени, а человек говорит, нельзя. После литургии, потому что я в храме вообще не разговариваю, когда литургия, вот. Я выхожу с храма и потом уже, если надо что-то. Вот я с ним заговорил, говорю, ну, вот так и так, вот в этом, в интернете я видел видео. Вот. Там апеллогия Рязанской. Петр Глазунов рассказывает, это ее крестник. Она умерла в 66-м году, а он до сих пор жив. И он рассказывает про крестные знамения, все там четко, как правильно хреститься, как поклоны делать. И вот именно там вот эти его слова, говорит, поклонимся и преподим. Что если не преподать, значит, надо убрать эти слова из божественной литургии. Это может кто-то убрать? Конечно, не может. Поэтому надо преподать. И вот я начал преподать, а замечания начали делать. Вот, говорит, он говорит, я был в монастыре и монахи там, ну, забыл, Лоптино или где. Монахи, говорит, строго-настрого запретили не становиться на колени. Вот, а этот Петр Глазунов, что там в него видели? Я, если вы хотите, вот просто если будет у вас время прокомментировать, посмотреть. Там самые короткие, там 39 минут, в Ютубе срочно восклицательный знак. Такому в храмах не учат. И вот там он рассказывает еще некоторые вещи. Вот. Поэтому очень интересует это. Ну, как бы хочется, чтобы на литургии, это же божественная литургия, и хочется делать все правильно. Не во грех, а, ну, чтобы это принялось Богом как-то, вот. Ну, вот относительно литургии. Мы порядок там наводить не будем. Бывает иногда в храме, в другом, другой порядок. Вот у нас строго по уставу. Ну, так у нас, мы приучены так, и стараемся, чтобы все люди это знали. Ну, я пришел в другой собор. Мы много где бываем, при свидетельстве. Вот. А там такой порядок, не надо его нарушать. Порядок, Василий Великий говорит, превыше всего. Там у них принято так, не преподай. Ну, ничего, ты мысленно поклонись перед Богом. Думаю, придешь и покланишься. Тут надо благоразумевать. Смирение, это смиренно мудре, это высшее качество христианина православного. А не так. Да, вы объясняйте совершенно правильно. Ничего тут против не будет. В воскресенье вы встали на колени. Это нельзя. Прямо указано. Это канон. Почему? В воскресенье Христос восстал из гроба прямо. И поэтому никаких два раза в три положено, где там достойно, когда считается, или когда вышел счастенник с чашей благословляет, ну, там показано где. Но в каждом храме может быть по-разному. Вот у старообрядцев, староверов, там щетка синхронно. Все кланяются поясной, земной там, они все знают. А здесь, ну, нет этой строгости, не надо на ней настаивать. Другой, чужой монастырь со своим уставом не ходит. Вот поговорка, то есть она как бы как религиозного общества касается-то. Так, везде одинаково может быть там, где Слово Божие говорится. Не измени ни одной буквы в Святой Библии. Это абсолютно. А это люди уже потом написали. За ней не надо умирать. Иначе получится, как у старообрядцев, протопопа вакуума. Там не так палец, не так написано, и друг друга гвоздают сотни лет, а сами отошли от церкви. Ну, тут никуда не годится. Перед Богом. Перед Богом все время будь. Сказали молчи, 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 а внутри молись. Никто тебя не видит. Я прошел по разным местам. И по тюрьмам, и в лагерях. И бывает, что нельзя. И на допросах сидишь, молишься, никто не знает. А я хочу. А вот это я хочу, оно не на первом месте должно стоять. Да еще надо свериться с Библией как. Нельзя работать. Вот такой-то праздник. А тебя никто не спрашивает. Там заставляют, иначе тебя згнаят. Ну и все. В труде греха не будет. По тему я подневольный. Ну а посты соблюдать строго. Православные. Вы на наш сайт заходите? Да-да, захожу. Вот с правой стороны. Ну я там зарегистрировался. С правой стороны там папки стоят. 55 папок. Вопросы и ответы. Сайт не в форме. Вопросы и ответы. Читаем. И там вопрос. Вопрос ткнешь, и тебе будет ответ. Все там, что ты желаешь. По работе. Отдельно молитва. Отдельно дети. Отдельно патриархия. Это огромный, огромный материал. Огромный. Ну вот пока вот с вами как бы не познакомился заочно. А меня как бы подтолкнул. У меня есть знакомый инвалид. Он без ног. Ну и так мы с ним общаемся. И он, я так там и Осипова и там, ну всех так меня интересует. Все очень интересует. Последние три года. Вот. И он мне говорит, а вот Игнатий Лапкин говорит. Я говорю, интересно, давай. Я как начал вот. И мне вот так прям за душу взяло. По Библии особенно. Все ясно. Все четко. Библия это основа. А то много, много сейчас литературы. Много всяких видео. Много всего. Конечно. И заблудиться легко. Как бы. И понять. А вы на сайте видели мои книги? 38 книг. Да. Книги видел. Меня очень интересует толкование. Я уже и так читал толкование Феофилакта. Уже так. Прямо в интернете. Но хотелось бы. Я бы хотел. Игнатий Тихонович. Я бы хотел конечно поучаствовать в этом. Миссионерскую деятельность ведете. Вот. И там видел я счета. Но как то еще смелости не было у меня что ли. Хотел бы поучаствовать. Помочь может чем то. Вот. Работа у меня хорошая. Ну. И хотел бы. Вот эти. Иметь у себя. Как бы. В библиотеке. Вот. Новый завет. С толкованием вашим. Мы пришли. Значит. Вы. Мой. Лру. Знаете мой мир? Мой мир. Ээээ. Система это. Система такая. Ну. Знаю эту систему. Мой мир. Мой мир. Это она очень удобная. Вы в нее зайдите. Листик там свой сделайте. Страницу. Фотографию поставьте. Только фотографию чтобы была. Ну. Я вам отвечу. Я вам скину счет. Все остальное. И книги я вам пошлю уже на этой неделе. И весь сказ. Вообще отлично. А можно побольше там. Ну. Сколько закажет. Я на все книги покажу цена какая. Книги то кончаются. Тераж то маленький. Первое переиздание было тысячи. Ого. Потом три тысячи. Тем более 90 почти процентов. Мы едем по библиотекам. Я везде дарю. Мы прошли от находки. Порт Владивосток до Лиссабона. Прошли в Скандинавию, Прибалтику, Турцию. Это Господь нас так благословил. Я видел ваше видео. Вот это. Да. Вы рассказывали. Как вот это. Вы путешествовали. Там на газели как ехали. Все. Ну. Много видео смотрел. И в скайпе там вот это видео. С Украины паренек про Майдан. Там вот этот задавал вопросы. Которого убили. Николай Леонов. А я даже не знаю. Я вот видел, что он задавал по поводу Майдана. И вы отвечали, что вот всякая власть одна. Парень. Николай Леонов. Он неоднократный чемпион мира по Кикботскенску был. Там мы разговаривали о войне. И когда я был в поездке нынче, в это время мне сообщили, что он вывозил раненых где-то под Донецком. Его убили. А я ему говорил, если ты будешь за войну, ты до 50 лет не доживешь. Так и получилось. Говорит. А как вы знали? Да ничего я не знал. Я просто знаю. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, будет веден в плен. Вот. Как истинно православие. Ну вот там у меня родственники же западной Украины. Там Черновицкая область. Западенцы. Там рядом Ивано-Франковская. Ну там люди разные немножко. Потому что Ивано-Франковская и Львовская это вообще поляки там в основном. А на моей родине там и румынов много. И австрийцы там разные. Евреи. Вот. И тоже видно, что по телевизору запустили вот этот 25 кадр. Или еще там какие-то психотропные. Там сейчас пищу подкармливают. И люди просто ну в основной массе. Уже даже мои там родственники такие любимые мои. Они говорят, ты продался там москалям. Потому что ну я вижу иначе. Я был против Майдана. Потому что я знаю, я читал в Евангелии, что всякая власть от Бога. И мы заслужили там на Янукович. Может мы заслужили на Сталина. Бог по милости там Януковича нам дал. Ну какая разница. Поэтому, да, противление страшное. И основная масса людей там за вот эту войну. И никто ничего не видит и слышать не хочет. И все. Страшное дело. Что человек посеет, то и пожнет. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Мы должны только молиться. Вот говорят, а где у вас труднее всего было? Нас пугали. В Чечню не ездите. Мы там были два раза. Во всех библиотеках, мусульманских республиках и везде дарил 38 книг свои. У нас там беседы. Видите, там одна беседа в доме Муллы. Там беседы им по Корану. Вы просто зарядить можете это найти. Вот. Поэтому люди, когда говорят, бывает... Ну ладно, я говорю, я не опровергаю. Вы все правильно говорили. Там вот как в Швеции, везде там вот то требование. Но на нас это не срабатывало. Потому что за нас тысячи людей молились. И протестанты, и в разных странах. Мы говорили в Германии, с таким грузом не пустят. Мы прошли, говорили, вам не дадут работать как миссионерам там. Мы свободно работали, как хотели. То есть, я убежден, что люди говорили правильно. Но они говорили правильно с их стороны, как с ними поступали. С нами не так поступали. Вот мы, допустим, в Махачкале находим. Там очень трудная обстановка. Там на перекрестках везде стоят снайперы. Там очень тревожная обстановка. Намного хуже, чем в Чечне. И вот мы побыли в библиотеке. Когда поднимались на втором этаже, А видно, комната для намаза. Комната для молитвы. Ну, мы спросили, когда книги уже сдали директора. Она на замке, видно, там закрыта. А можно зайти помолиться? Он говорит, вопросов нет. Он дал указание. Сразу комнату открыли мусульмане. Ну, мы что, положено, разулись. Зашли, там все это засняли. Ролик стоит. Мы совершили полное утреннее правило. Там сколько помолились. Призвали имя Господне. Чтоб Бог открылся этим людям. Дал мир. И чтобы они познали Господа. Я думаю, что у них там тоже все записывается. Ну, и что он как к нам будет? Они нас провожают. Вы видели как? Это рассказываешь когда? Да не может быть. Может быть. А как вы питались? На дорогу у нас два мешка сухарей. У нас собака. Чемпион России. Там все у нас было. Так они нас в магазин затащили. Нагрузили нам всего. Что вам надо? Ну, помидоры мы бы взяли. Они там кусок вот такой сыра отхватили. Мы уж не берем. Там все. И воды. И все дали. Мусульмане. Это Бог делает так. Они буквально готовы все отдать идут к нам. А мы дарим Евангелие. Рассказываем о Христе. Да это я рассказываю. Они где-то, допустим, 1650 километров по Турции шли. Как мы молились на таможне 12 часов. Как люди к нам расположены были. Это было свидетельство. Какого, может, от начала, говорит, мусульманства не было. Это Бог так делает. Если я целиком для Бога, Бог смотрит, когда мне идти, когда умереть. И не надо дрожать за свою душонку вот так. Меня неоднократно спрашивают. Вот по Украине нынче было ехать. Свободно проехал бы. Но тут разделились. Вот в прошлом году мы вдоль и поперек к Украине исколесили и Крым и везде. То есть у меня парламентская, национальная библиотека. Только в Киеве, в Харькове, в Одессе. Во всех городах мои книги. Все 38. И как встречают. Мы никогда Украину не отделяли. Я вообще этого не понимаю. Это один народ, одна нация. И что там у них язык не такой. Так они были под владычеством поляков. Других там все могло быть. Люди, которые жили с татарами, они многие слова татарами употребляют. Надо маленько смотреть не так, что не так понимают. Ну и что, что не так? Я про себя знаю. Я христианин и православный. Все. И поэтому строго посты. Ни одной пятницы. Нигде ничего не нарушать. Вот если на сайт зайдете, у меня там к истинному православию. И там заголовок этой книги открыта. К истинному православию. Она в открытом виде книга лежит. Просто по-русски заряди сайт по свете Библии. Или сайт Игнатия Лапкина. Да, заходил я. И там вы увидите, какие дни, когда разрешается растительное масло. Неужели это важно? Важно в послушании. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина, чтобы кого не соблазнить. Я православный, вопросы все сняты. Я, значит, все каноны, все обязан выполнять. Я обязан. Я обязан так, что, я говорю, они мне не нужны. Они мне как бы во вред. Говорят, я начальник детского лагеря. У меня дети целый месяц первые находятся. Петров пост. Мы строим деревню православную. У нас сливки. Все залезли. Я не могу дать. Я заменяю другим. Там рыбы разные накручивают. Там с медом, с сладости. Но я православный. Вопросов вообще не возникает. Я обязан это сделать. Я выпросил у Бога. Господи, дай мне это делать с любовью. Я не просто делаю, а с желанием, что церковь, мать, дала эти посты мне, чаду своему. Церковь, она плохого не посоветует. И весь вказ. И всегда будет радостно. Меня Бог избрал. Он мне открыл. Я люблю его. Мы богаты. У нас Библия переведена на русский язык. Вот любые сектанты, баптисты, они имеют Библию. Ты просто задай вопрос, а кто ее Библию собрал-то, что в ней 77 книг-то? Вселенская Православная Церковь. А кто перевел на русский язык? Православная. Они целиком, они любят Библию. Любят. И вот на этом надо показать, что православие не топчите. Оно слишком много нам дало. Я вот смотрел там в вашей скайпе разговор с одним человеком. А он встречался с Терлиговым. Вот. И я как бы... Ну тоже меня заинтересовал этот Терлигов. Он такой интересный, грамотный там человек, в принципе. Ну он там двумя пальцами крестится. Наверное, еще как бы не дошел к этому. Но мне что в нем заинтересовало тоже, вот... Он... С чем он сбился я? Ну, организовал там эту Алису. Ну, Алиса это было, да. Это его как бы... Это грабеж, обман. Он обязан половину раздать и кого обидел четверо. И все, у него ничего не будет. Он вовремя улезнул. Он крутит, вертит и все. Он разрушитель, обманщик. У него никого нету. Православная патриархия, не церковь. Он всех, да. У него никого нету. Он один и где-то епископ один, где-то у него там в наушниках или где. Он обманщик. Страшный обманщик. Он даже не еретик. Он Библию не признает, переведено неправильно там. Ивана Грозного. Ага. О переводе. О переводе. Он же так говорит. Говорит, пробовали два года. Он же член общества, там, любителей древней письменности, вот. И он пробовал, говорит, там, ну, со своими людьми перевести с церковнославянского на русский. Ничего не смогли. Вот эти, говорит, божественные тексты, которые вообще не переводятся, потому что слов не хватает. Вот что, вот это меня просто заинтересовало. Это действительно так. Когда с еврейского перевели, с любого языка переводится. Скажите, что ту без транскрипции нельзя перевести. Есть альвеольные звуки. Вот язык закупит. Ну, я просто занимался много языками разными. Поясняю. Вот у немцев тут сам артикл говорит Г. Нельзя написать правильно как. Или гортанный звук такой Г. У нас пишет Гитлер, а на западе, там, в Америке Хитлер, Х стоит. Ну, как правильно? Билли Грегом. А там, посмотри в транскрипции, как его зовут Греем. Билли Греем. Билли Грагом. Ну, а какой правильно? То и другое неправильно. И везде надо доходить до конца, открестятся троеперстно. А другие цараблятся двоеперстно. Как правильно? То и другое несет в себе элемент ереси. Почему? Потому что мы изображаем крест Господень, на котором распят был наш Спаситель. Поэтому здесь не может участвовать ни Бога человечества, ни Троица. То есть, участвует, но распят был Христос по человечеству. А как само правильно? Я просто отвечаю. Самое правильное у католиков. Но я не католик, и по-католически пятью пальцами не буду креститься. Как они? Посредством пяти ран. Ты, сшедший с неба. Меня, погибшего, стоящего на левой стороне, переведи, Господи, на правую. Все объяснено. И пять ран у него, у Христа, все на месте стоит. Католическое объяснение, крестное знамение и пальцы, самое правильное. А православное, вот они молятся лопатой, там, ну, скажут. Ну, это понятно. Вот просто там читал я у святых отцов тоже Серафим Саровский. Там один такой отрывок, что к нему пришли старообрядцы, вот. Потому что, ну, они не знали, в те времена они двумя пальцами крестились, и знали, что он прозорливый, старец, богоугодный, там, и люди к нему обращаются много. И пришли к нему трое. И он сказал им, что вот три пальца, и так вот креститесь. А сам на иконе двухперстов сам-то изображен. Он-то с астробрядческой лестовкой стоит. И которая у него накидка, это старообрядческая. Еще один из вопросов. То есть многое люди не договаривают, боясь чего-то, боясь. А страх рождает химеру. Так и написано, говорит, что когда разум успеет, тогда являются всякие чудища. Он сам на иконах стоит, на иконах. И сегодня гадают, а почему он так? Значит, он был склонен. Тем более, в 1971 году патриархию уже приняли все равноспасительно. И это, и тремя, и книги равноспасительно. Это Никон все накуролесил. Вот есть фильм такой «Раскол» Николая Достоля. Там это подробно говорится. Библию не знали, псалтыри одну знали и все. И бились насмерть. Россию разделили. Это реформа Никоновская разделила. А дальше уже Петр Первый. Тут и бороду рубил им. Бороду нельзя трогать. Какая она есть, ни одной волосы. Ну вот, Игнатий Тихонович, вот я в вашу лекцию там о бороде, вот это все с Библией. Ну и, слава Богу, во веки, как бы прошел борьбу с первой женой. Да, да. Это все с этим связано. Бритье называется блудодейная ересь. Ну я был, когда мне 23 года. Я на военном билете, я уже с бородой был в то время. А еще Евангелия в руках не было, я понял. Вот об этом, о бороде Герман Стерлигов объясняет правильно. Прямо говорит, а ты не мужчина. Да, он тоже, да. Это мой домосек. Две мамы в одном доме. И первая, кто будет жена. А ты убеди ее, скажи. Ты посмотри на иконы, если верующая, пройди. Ты найди... Ну, как бы убедить получилось. Получилось, слава Богу, я думаю, уже навсегда. Если не понимает сегодня, поймет завтра. Это говорит о том, что ты не кастрат. Это мужчина настоящий. Еще вот о этом, о крещении, вот трехразовое погружение. И узнал я от матери своей, что действительно, когда меня крестили, маленького. И священник был, ну, как бы, то ли холодно, то ли пришел домой. И там погружения никакого не было. Вот так, ладошкой, похлопывая по лбу, и все. Крещения не было, это обман. Надо принять полное крещение. Вы материалы мои зайдите к истинному православию, я говорю, на сайте. И там к крещению зайдите. Надо я вам сегодня, если вы войдете, я могу даже здесь скинуть вам. А вот недавно прочитал книгу, ну, если, может, слышали, Сакура. Донецкий схимонах, да? Схиархимонах. Вот он написал, он умер в 2002 году. Ну, тоже прозорливый старец. Вот, он написал книгу «О чем душа скорбит», я прочитал. И он, как бы, там объясняет такую вещь, что священники много нарушают, и делают неправильно много, и все. Ну, как бы, много этого есть везде, повсюду. Но, говорит, в этом присутствует, как бы, ангел. Ангел делает все правильно. Даже если священник неправильно, все равно оно засчитывается. Вот такие вещи. Как бы, что на это сказать? Понимаете, Библия об этом не говорит, но в житиях об этом сказано. Поэтому священника судить не надо, когда он служит. А когда он поступает неправильно, как Андрей Кураев восстал там этой голубой лобби и прочее, он прав. Андрея-то затоптали Кураева? Я слышал, да, да, да. Возьмите, если вы здесь зайдете, у меня посмотрите, когда я о нем говорю, Андрея Кураева. Сразу все понимают. Я прослушал, когда вы, да, комментируете его. Нельзя так. Такой талант, такой, говорится, гигант стал. Ну и сказал не так, там вот эпатажные выступления какие-то. Ну и что спрашивать? Ты на это по делу говори, говорится. Аля, кинули, ткнули в него и все, аут, ату его, ну и все кинулись кусать его со всех сторон. Да мало того, мстить начали. Даже Московское где-то преподавал в этом университете, Ломоносово-то. И оттуда его давай выгонять, чтобы ничего он не получал. Ну это совсем никуда не годится. Я даже смотрел ваши комментарии по поводу выступления этого... Чаплина. Чаплина, да, Чаплина. Ну и слушал ту передачу этого атеиста, как Невзорова. У Невзорова 32 ролика, я его разобрал, показал. Как есть? У Невзорова много хорошего. И хорошее надо взять. Вот я сейчас был в Москве и спрашивают. Ну вот как вы находите общий язык со всеми? А как с Невзором, с Невзором? Даже я поступил, говорю, так. Это в Москве я сейчас был в храме, там у отца Кирилла Сахара. Около храма Христа Спасителя, если вы когда-то будете, где храм Христа Спасителя? А прямо рядом, тут мост перешел и прямо сразу тут храм. Берсеневка. Там отец Кирилл удивительный, удивительный, игумен. Мы давно знакомы, он на Алтай приезжал. И нынче у него были. Я говорю, патриарх, ну это говорят так, будто бы патриарх. Ну раз Чаплин говорит, наверное, так и есть. Сказал, чтобы с Невзором не встречались. Если он участвует, уйти оттуда. Ну и они священники выполняют. Невзоров появился, они соскочили троем бежать. Они говорят, смотрите, черные демоны-то, как святого Невзорова боятся. Ну можно было думать-то маленько-то. А Невзоров, когда я как разбираю, я считаю, что необходимо хорошего у него взять. Собрать хороших там, Чаплин какие-то такие пробивные батюшки. Собрать своих и записать. У него прийти и сказать, Александр Глебович, вот ты выступаешь. Давай, выскажи нам недостатки наши. Враги-то нам больше скажут, враги нам лучшие друзья. Они лучше видят нас. Да, лучше они нас видят. И не тот, говорит, друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Что-то он не так говорит, значит, пояснить ему. А что правильно-то говорит-то? Говорит о том, что сотрудничали с властями и прочее. Зачем обороняетесь-то? Это сто процентов правильно. Все сто процентов епископата, все выполняли то, что говорит ЦК. Поставлено. Это уже все. Комиссия работала от патриархии Глеб Якунин, Полосин там, выявлено. Зачем спорить-то с ним? Надо Бога поблагодарить, что здесь есть люди, которые нам подсказывают. Да, действительно. Я могу сделать побольше. Вам сколько? Ну, большое спасибо, Игнатий Тих, вы меня усмирили. Да. Вы знаете, что я вам подскажу сразу? Если у вас будут какие-то вопросы, один раз в месяц вы можете ко мне выходить, если не срочные вопросы. Если у вас есть друзья, желающие что-то узнать, согласно четырех параметров. Что говорит об этом Святая Библия? Что говорят Святые Отцы? А это 300 томов фолиантов. Это толкование, начиная от первого века. Что говорят об этом каноны? Это семь вселенских девять поместных и Святые Отцы. И четвертое – это Жития Святых. 12 книг Дмитрия Ростовского. Вот по этим пунктам, по всем, я разбираю крещение. 136 свидетельств. А в ответе ничего нет, кроме небрежности. А небрежность, ну, это 48-10 Иеремия, говорится, проклят. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И весь сказ. Значит, найдите человека, который согласен правильно вас крестить. И все. К нам приезжают священники, романахи, и всех крестим. Крестят. И опять уезжают, и они служат. Это не мне надо, это надо тебе. Почему? Потому что Бог это установил. Бог. И все Святые Отцы толкуют. Ты, скрываясь в воде, ты умираешь, как в могиле, как Кирилл Ростолимский говорит. Вынырия из воды, ты рождаешься для новой обновленной жизни во Христе. Это Украина нас заразила вот этим. Попы, все эти униаты приезжают сюда. Никогда этого не было. Чтобы ладошкой по голове, а мозги по стенке. Так не делается. Написано троекратное, полное погружение, апостольское, пятьдесятое правило. А если ты не знаю, у тебя бабушки бы не было, ты не знаешь как. Шестой Вселенский Собор, восемьдесят четвертое правило. Если нет достоверных свидетелей, немало не сомневаюсь, прими крещение. Да не будешь лишен толикой благодати. Это играть и не приходится. А если я был крещен, а потом я попал в детдом, но я не знал. А меня крестят второй раз, это тебе никак не помешает. Священник, если ты говоришь, а я не знаю как, он крестит и говорит, ащи не крещен, ащи. То есть если не крещен. Вот и все. Надо очень серьезно отнестись к себе. Нам переиграть в жизни еще не удастся. Мы предстанем с тем, что у нас есть. Я вот рассказываю, когда он спрашивает о молитве. Вот самое ценное в мусульманстве это намаз, пятикратная в день молитва. Все до одного. Вот выступает Дмитрий Смирнов по структурам у патриархии. И он говорит, вот они мусульмане, вот такие. Да главное это молитвы объединяются. Почему с детства не сделали? Где вы видели, чтобы сто мужиков в день собирались пять раз-то? Ну где? Они не сто, а есть такие мечети полторы, две до десяти тысяч. Русский когда зашел туда, говорит, а у вас что, мечеть не работает? Работает. Еще полтора часа. Полтора часа он залез на минарет Муадзин и начал кричать. О, правоверные, приходите молиться, это лучше, чем просто сидеть пить чай. И они приходят, вся мещеть наполнена. Нам учиться надо. А у нас сто восемнадцатый псалом, сто шестьдесят четвертый стих. Давид говорит, семикратно в день, семикратно, это глухонемые так показывают, семикратно. Пять, а вот еще два пальца. В семикратном день прославляю тебя за суды правды твоей. За суды. Я благодарю семь раз в день за то, что война на Украине. Это Бог делает. Господь, дай мир Украине и добавляю, благодарю тебя, Бог знает. За суды, суды, это суды Божьи идут. Что бы у тебя не было, ты благодари. И вот найди, чтобы семь раз встать на молитву. А говорит, а один что? Три святые и сто поклонов. Сто поклонов. И у тебя мысли будут другие, и разговор другой. У тебя все будет другое. Написано, непрестанно молитесь, за все благодарите. Нужно понимать, что молитва трех ступеней. Благодарение, это сказать, просьба, благодарение и словословие. Благодаря. Переходи выше всегда. Вот слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И на ней пресне и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя. Вот это вот высшая ступень. Поэтому в церкви молитвы составлены так, что у нас есть и прощение, Господи помилуй, и благодарение, и словословие. Просто так православное богослужение не надо отвергать. Надо молиться и своими словами. Богослужение составлялось не один год, не один век. Вот утренние молитвы считаешь, там молитвы Василия Великого, Ефрема Сирина, Великого Иоанникия. Ты вдумайся о них, оптинских старцев. Там такая глубина заложена. А когда не приучен к молитве, человек только собирает, что перед глазами. Благослови, Господи, папа и мама. Дальше не знаю, что сказать. Да. Интересно. Я, честно говоря, как-то не надеялся. Думал, ну, кто я такой, чтобы с вами разговаривать там. Думал, не так легко это все. А так радость такая. Вот. Мы все снимаем. Вы это знаете, что. Этот ролик, он будет выставлен, его увидите. И пригласите своих товарищей. Если у вас раньше месяца будет. Вот в это время, как мы сейчас говорили. Ну, сколько сейчас у нас? Полдесятого. На два часа раньше. На два часа. Я сегодня вам назначил так, потому что у меня записывался большой ролик. Большой очень. Вот. Вы увидите, я поставил занятие. На сегодняшнем нашем, после собрания было занятие. И уже оно выставлено в нашем Ютубе, на нашем канале. Там как раз разговор такой был о священниках полезное. Поэтому всегда надо помнить. За каждое слово нам придется перед Богом отвечать. Не знаешь, скажи, я не знаю. Не бойся этого сказать. Есть такое выражение. Признание в незнание открывает путь к знанию. Ну, о мытарствах. О мытарствах слышали, знаем, как бы мытарства. Там смотрели Стеняева. Да. Он там подробно. Это доказать нельзя. Это не по Библии, но и отрицать просто так. Надо иметь какие-то основания. А зачем? Я православный. Я каждый день молюсь. Ангелу-хранителю. Сто поклонов. А десять поклонов Христу, Божией Матери. Ангелу-хранителю, Иоанну-крестителю, Николу-чудотворец. Все святые пророки, небесная сила, апостолы, евангелисты, мученики, святые отцы, жены и девы. По десять поклонов. Это вот таких вот не меньше семи раз в день. Где? Ну, а на работе, когда не можешь? Да везде можно найти. Нет где работа. Я сразу иду и смотрю, где можно, какой уголок. Я только зашел в камеру. Я сразу гляжу, где можно притулиться. Спрошу там, кто старший пахан. Я тут не буду мешать. Да что ты от тебя смолись? Все. Мне сказали. Мне разрешили. Уже меня никто не тронет. Не бойся подойти и поклониться. И ты дальше увидишь, как все меняется. У меня путь корявый. Я не сам с тобой. Я уже увидел. Я уже увидел. И поэтому человек, который сидит на своих дрожжах, он в монастыре не жил. В армии не служил. В нем все остается. И поэтому он хорохорится. Я говорю, сиди спокойно. А то возьму ты и со стенки соскребать придется. Надо на Бога надеяться. А не то, что я крутой такой. Это не так. Сиди спокойно. И благодари Бога, что у тебя рядом жена и она покоряется тебе. Вставать надо рано. Вот мы всегда ставим 4,40. 4,40. И поэтому мы успеваем много. Везде надо делать все быстро, учиться. Только на молитве и при чтении Святой Библии быть спокойным и не торопиться. Видели, как у нас занятия идут? Я вот насчитал. Да, да, да. Смотрел занятия. Там несколько занятий. Я вот сегодня просматривал там литургии. Мне просто интересно было увидеть, где колено приклонные. Но не было. Не видел видео. Может пропустить. Далеко ролик. Далеко стоит. Их туда задвинули. У нас почти 2300 роликов наших только. Представьте. Там надо смотреть по плейлистам. Где колено преклоненные. Стоят все преклоненные. Великий пост. Какое одеяние. У нас как считается канон Андрея Критского. Я его возвел на две ступени. Дальше. Просто надо быть религиозно талантливым. Как выражается Андрей Кураев. Я не выдумываю ничего. Мне положено на сердце. Я выдвигаю вперед. Что мы молимся оглашенные из идите. Значит надо думать об оглашенных. Как им сказать этим людям. Те, которые пришли как им. Которые более совершенные. Господь сказал Петру. Паси агнцев моих. А потом говорит. Паси овец моих. Есть ягнята, которые едва пришли. И к ним особый подход надо иметь. Я основатель, создатель детского лагеря. Он один был на всю Россию. И остаюсь его бессменным руководителем 43 года теперь уже. Это не два дня. И ни одного повреждения. Ни одного отравления. Без помощи государства. Я должен, как говорится. Волка ноги кормят. Достать. Кормить. Чтобы было интересно. Весело. Приедут. Распорядок. Чтобы и все добровольцы. Волонтеры работали. Это не год. Повторяю. Не год, не два. А 43 года. 43 было? Нынче 43 года уже. А зачем? У нас лозунг висит. Россия должна встать. И дети скандируют. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. А там такие вот семилетние. Надо видеть. Это все заснято. Надо любить любое дело. Вот приезжают профессора. Психологии. Живут в лагере. Где вы это берете? И видят, что это абсолютно неотразимо действует. Специально. Где берете? Я беру везде. Что-то в Австралии. Что-то в Японии. Я очень много читал. Что-то взял из Швеции. В Англии. И все это вмонтировал в свой лагерь. Ну конечно на основе православия. Вот у нас приезжают дети сектанты бывают. Но они рукой не крестятся. Мы никогда не заставим его. Мы говорим, ты как молишься? А у нас вот так вот и молятся. Так и молись Юра. Приезжают через две недели. Он молится, крестится. Они, ой, Юрка, ты совсем православный стал. Почему? Он увидел. Он увидел любовь. Любовь это не заказное. Это во всем будет. Во всем. Они все недели готовят концерт. Рабочий. Трудовой лагерь. Они до обеда там дрова пилят. Каждый день. Шесть там раз бывает. Купаются. Тут футбольное поле. Волейбольное. Где лазить. Кащели. В лесу собирать. Он должен все. Траву понимать. Мы ему показываем. Настоящая жизнь. К девочке нельзя пальцем прикоснуться. И она не должна этого делать. Чтоб целомудренно росли. И вот они живут и спрашивают. Где это взяли. Библия. Библия. Мы преподаем к стопам Христа. Это Слово Божие. А у православных Библия почти ни на каком месте. Там в верхах там знают кто-то. Дворкин может маленько. А у меня обращение было необычное. Родился в старообрядческой семье. Это беспоповцы. Пришел в церковь. А обратился то. И Христа то принял среди сектантов. То есть Библию дали мне. Бабкисты на флоте нас служили. Да. И нынче я там был. Я никогда этого не скрываю. Я благодарю Бога. И почему сейчас у меня уже три беседы было с Шаповаловым Юрием из Америки. И все говорят ну будет ли продолжение то. От них зависит. Вот у вас будут друзья. Вы соберитесь вместе. И запишите. Им будет очень это интересно. Я сегодня есть. Завтра меня нет. Он в 76 год все таки идет. Это Бог так делает. Что мы расположены друг к другу. Я вас знать не знал. А сейчас увижу и буду думать как родной и близкий человек. Это Бог так делает. Мы молимся за всех кто ходит в общение с нами. Вы только зайдите в mail.ru и напишите. Мы на этой неделе уже пошлем вам книги. Я напишу какие цены. Куда послать. В mail.ru или в мой мир. В мой мир. Это одно и то же. Это одно и то же да. В mail.ru или в мой мир. И сразу войдете там. Очень просто входить в него. Игнатий Лапкин да? Игнатий Лапкин. Но когда вы идете на Игнатия Лапкина там две странички. На одной я с голубем. Это модераторы делают копию. Там это параллельно идет. А другой я просто в шапке стою. Вот это мое где я сразу отвечаю. А там они с перекладными. Я в концах не захожу. Там модераторы работают. Ну а что ко мне дают. Они ко мне на наш форум перекидывают. Я тут отвечаю. Они опять берут им. Мне не нравится ни одна система. Они устроены. Вот самое лучшее это мой мир. Была. Ее испортили теперь. Из-за того что там поносили видно правители. Они там. Тогда было 10 тысяч человек. И одновременно на всех. Одним щелчком 10 тысяч получат от меня. Одновременно 10 фотографий. А сейчас по одному тюхаешь сидишь. Ну не умели себя вести. Нас и наказали. Мы не хозяева. А они заказывают музыку. А плясать нам надо уже. Так хорошо. Тогда я вам. Там мы подружимся. И потом я выберу книги. Да. Вы зайдете на сайт. Посмотрите по порядку все книги. Там они стоят. Открыть. Тем более сейчас я на днях нашел. Там в разных городах работаю. Даже в разных государствах. По аудио я 50 книг насчитал. Их нигде в мире больше нету. Это полностью 12 томов Златоуста. Аудио. Мои беседы с Александром Менем в аудио. А теперь их сделали. Вынесли отдельно. И когда зайдете на мою страничку. Сейчас нельзя пересылать. Но фотографии можно. По одной. Я поэтому сегодня утром записал. Сфотографировал. И вставил. И вы увидите там все. Я вам покажу. Где наш. Ну. Какие там. Контакты. Где отдельно сделали аудио. Можно скачивать. Вся Библия. Златоуст. Архипелаг Гулаг. Жития святых. Добротолюбие. Ну 50 книг. 50 томов. Моим голосом насчитано. Добротолюбие у меня тоже есть. Это. Это. Это высшая философия христианства. Так называют. И вы все будете иметь у себя. Тем более там все это бесплатно дается. У нас великое наследие. Мы православные. И поэтому мы можем предложить. Представить. Людям поставить перед ними кушанье. Из тысячи блюд. Которых они не имеют. Что бы они не сказали баптистам. У нас все есть. Что говорят пятидесятники. У нас все есть. Даже иеговисты что говорят. У нас все есть. Поэтому православие. Это всеохватность. Это нежность. Целомудрие. А когда люди видят одно. Только что. Люди шатаются. Не знают. И пьянствуют. Поэтому они отвращаются. И за это нам придется отвечать. Перед Богом. Горе. Через кого придет соблазн. Лучше бы ему. Сами знаете. Ну если вопросов нет. Расходимся. Нет. Все. Спасибо большое. Храни Господь. Все. Да. Все. Пока все. Но я надеюсь что мы. Не последний раз. Ну ладно. Я вам скинул мои. Как заходить. Я вас друзья принял. Теперь вам легко ко мне заходить. Все доброе. Давайте с Богом. Отвечайте. Господь. Смотри. И кто так не делал. Как это с коленем. Не буду отвечать. Вижу что он. Хотел его продлить еще и посмотреть. Но. Ну все нормально. Благословен Господь. Благословен Господь. Ты знаешь как его звать то. Вот я сейчас прочитаю. Малиш Роман. Малиш. Малыш как будто бы. Малиш Роман. А где он находится. Украина. В сети. Но он сказал. Что сейчас уже в России. Я так понял. Да. Желаем стать истинно православными. Возникло много вопросов и разногласий. На данный момент являемся прихожанами Русской Православной Церкви. И интересует вопрос о поклонах на Божественной Литургии. Оба слова с большой буквы. А именно земных. Ну я ему говорю. Заходите сейчас. Хотите вставляйте. Ну дал ему свой пароль и все. Сегодня воскресенье. 30 ноября. Уже время то какое. По 10 часов. Вот сейчас через 10 минут у меня назначен. Следующий человек. Люди нуждаются. Ну. Раз пришли. Благодарим Бога. Все. Благословен Господь.